еще раз добрый день у нас сегодня была тема женская да он сегодня тема личная гигиена и ведет у нас сегодня спикер денисова ангелина алексеевна ангелина вам слово пару слов представьтесь здравствуйте меня зовут ангелина алексеевна как уже сказали я врач-ординатор акушер гинеколог да спасибо вам за вебинар да интересная была тема в части именно личной гигиены тема наверно больше интересно женщинам да и у нас несколько вопросов касательно этой темы смотрите вопрос первый такой можно ли нарушить уровень ph принимая ванны с бомбочками на самом деле да потому что в состав этих бомбочек входят такие агрессивные химические вещества которые могут нарушить ну слизистую да и соответственно изменить ph который в норме у нас должен быть кислым во влагалище вот ну и соответственно если нас меняется ph что это присоединение инфекций это может быть сухость в влагалище что в дальнейшем потребуется конечно медицинской коррекции спасибо скажите а можно ли подмываться каждый раз после похода в туалет и обычной водой или это делать какой-то раствор на день подмывается рекомендуем обычно всегда после похода в туалет делать специальные растворы для этого не нужно можно применять специальные средства для интимной гигиены которые тоже нужно правильно выбирать в их состав обязательно должна входить молочная кислота и желательно чтобы там не было никаких отдушек то есть то что придает аромат то есть какие-то лишние вот эти вот вещества не использовать никакой тиловый спирт да и там отсутствовали красители в этих средств для интимной гигиены конечно когда у нас наступает менструация тогда желательно принимать душ подмываться во время смены прокладок или тампонов спасибо а в каких случаях нужно делать спринцевание и чем его лучше делать на самом деле здесь мнение врачей расходится по поводу спринцевания вообще спринцевание это медицинская процедура которой женщины должны прибегать только по назначению врача домашних условиях нет смысла это делать потому что спринцевание нарушает микрофлору влагалища что в дальнейшем приводит к альпитам к инфекциям к сухости обязательно спринцевание должно быть согласовано с лечащим доктором только по показаниям то есть самостоятельно думал просто вот нельзя да нет нет да то что есть различные мифы о том что с помощью спринцевание можно защититься от инфекций передаваемых главным путем это все неверно вот есть специальные показания которые согласовываются доктором обсуждаются специально выписываются средства которые покупаются в аптеке и применяются в дальнейшем спасибо а подскажите вот еще вопрос про гигиену младенцев как и чем лучше подмывать и может чем то можно смазывать по поводу гигиены младенцев можно подмывать просто обычной проточной водой главное чтобы это было не сильная струя атака при ревизованные вот душ можно использовать специальные средства для детской гигиены они также продаются можно просто обычной водой по поводу смазывания у смазывания вообще не применяется наоборот подмыли и обычным полоценцем вытерли но желательно не на сухо да просто промокнули в общем для лучшего эффекта лучше ничего не использовать из химических до таких средств да лучше вообще ничего не использовать лучше использовать обычную проточную воду и постоянно при смене подгузника то есть протирать мыть если нет возможности помыть подумать да девочку то тогда можно использовать салфетки важно подскажите а вот вы говорите что уровень ph получается в интимной зоне он кислый да если смысл тогда для подмывания использовать не щелочную допустим да а кислую воду вот конкретно пример у меня есть фильтр который фильтрует как щелочную воду так и кислую воду есть ли смысл тогда подмываться именно кислой водой кислую на кислую да или я считаю что лучше прибегнуть к обычной проточной воде без всяких примесей лучше используют средства для интимной гигиены которые смягчают и содержит полезную молочную кислоту которая никогда не нарушит баланс микрофлоры потому что у вас дальше есть полезные бактерии которые нужны в организме ничего просто так природа не придумано спасибо у каждой женщины должно быть свое специальное полотенце для интимной гигиены которые применяются применяется только для интимной зоны меняется как правило 23 через два-три дня то есть про это тоже нужно забывать то что для каждой зоны свое полотенце должно быть и конечно хочется сказать о том что маме нужно приучать девочку гигиене самого рождения да то есть момент взросления чтобы девочки знали основы потому что основа интимной гигиены это залог дальнейшего здоровья в данном случае репродуктивного а на тельное белье вот в день вот в идеале каждый день а в день имеет смысл более одного раза менять меняем белье несколько раз в день если мы занимаемся спортом вот и мы позанимались спортом да садили в душ помылись и тогда желательно конечно да надеть свежее белье потому что во время спорта мы потеем вырабатывать свои сестра они способствуют конечно развитию инфекции тогда да свежее белье надели и пошли дальше на работу много мифы конечно насчет использования прокладок для ежедневных прокладок тоже хочется отметить то что ежедневные прокладки желательно использовать либо перед началом инструации или последней инструации потому что это достаточно такой серьезный рассадник инфекции ну если даже используются ежедневные прокладки то как правило менять их через 3-4 часа то есть это несколько смен пропадок в день а можно что-то принимать для того чтобы вот микрофлору наладить вот как может быть лактобактерии если женщина будет принимать это будет способствовать тому что будет налаживаться и флора в влагалище но если есть специальные препараты которые форма свечей могут вставляться во влагалище их можно применять то есть это вот по назначению врача лучше да это еще конечно только назначение врача после обследования после сдачи всех мазков просто так увидите мук 3 злоупотреблять не стоит смотрите такой вопрос можно ли подмываться раствором ромашки да можно почему мне кажется вот малыши у людей у девочек когда часто бывает вот после памперсов раздражение вот я просто помню со своими детками часто вот именно ромашки подмывала да можно ромашка на хорошим антисептическим эффектом обладает она мягкая смягчает кожу вот и вызывает раздражение как правило и 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